С начала года полиции Адыгеи из незаконного оборота изъято около 60 поддельных денежных купюр. Номинал различный, как и способ подделки. Этот материал о некоторых выявленных фактах и о том, как распознать фальшивку. Недавно в дежурную часть полиции Майкопа поступило заявление об обнаружении купюры номиналом в 1 тысячу рублей с признаками подделки. Деньги попали в банк из торговой организации города. Работники финансового учреждения передали купюры полицейским. По результатам экспертизы она признана фальшивой. Следствием полиции Майкопа возбуждено уголовное дело. Наша съемочная группа посетила экспертно-криминалистический центр, где проводятся эти исследования. Очень легко ошибиться и не увидеть подделку. Иногда просто необходимы и специальные познания, и наличие специального оборудования, которое позволит однозначно судить о том, каким способом изготовлен поддельный денежный знак. Поэтому я лично рекомендую совершать покупки либо безналичным расчетом на сегодняшний день, это возможно, либо в магазинах, в которых имеется специальное техническое оснащение. Полиция Адыгея призывает граждан быть внимательными при обращении с наличностью. И самое главное, не пытайтесь быть фальшивкой, ведь это уголовно наказуемое деяние с санкцией до 8 лет лишения свободы. Далее, коротко о наиболее заметных фактах и событиях в ведомстве. В третьем квартале этого года в МВД по Адыгеи поступило около 700 обращений граждан. Наибольшее количество направлено в полицию Майкопа – 335. В ГИБДД принято 343 сообщения. Жители и гости республики 12 раз выражали благодарность полицейским за профессионализм, добросовестное исполнение служебных обязанностей и внимательное отношение к ним. МВД информирует о Всероссийской Олимпиаде среди школьников на страже закона. Отборочный этап пройдет с 9 ноября 2020 по 31 января 2021 года, а заключительный с 22 по 24 марта 2021 года. К участию допускаются школьники 8-11 классов. Вся информация на сайте Уральского юридического института МВД России. Победителем второго этапа конкурса «Народные участковые-2020» в Адыгее стал старший участковый уполномоченный полиции Майкопа, старший лейтенант полиции Арсен Шебзухов. Ему 31 год, имеет высшее образование. С должности участкового с 2016 года. Более подробно о нем расскажем в нашем следующем выпуске. Учащийся 10-го полицейского класса школы номер 17 Майкопа знакомятся с деятельностью подразделений республиканского МВД. В эти дни они посетили кинологов, а представитель ГИБДД провел выездную уроку не в школе. Материал Вадима Гаркова. В центре кинологической службы старшеклассников встречали начальник майор полиции Владислав Прокофьев, сотрудники и их четвероногие помощники. В настоящее время в центре кинологической службы содержится более 30 собак пяти пород. Немецкие, восточноевропейские и бельгийские овчарки, а также лабрадоры и спаниели. В этот день ребята узнали много нового о применении собак в служебной деятельности и сложностях приучения животных к точному выполнению команд. В ходе нашей программы мы показываем, как собаки ищут наркотики, взрывчатку, оружие, как преследуют преступника при задержании. Ребят интересовали вопросы, касающиеся особенности тренировки служебных собак и реальных случаев задержания вооруженных преступников. В эти дни старшеклассники подробно узнали и об аспектах работы госавтоинспекции Адыгеи. С учащимися встретился представитель управления ГИБДД майор полиции Дмитрий Куликов. Он рассказал о деятельности нарядов ДПС и порядке составления административных протоколов. За 9 месяцев текущего года в республике Адыгея произошло 348 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 52 человека. В завершении беседы представитель ГИБДД призвал старшеклассников не подвергать свою жизнь опасности и строго соблюдать дорожные правила. Вадим Агарко, Дмитрий Кучеров, программа Вести, дежурная часть. В Адыгее вынесен приговор 29-летнему ранее судимому жителю Геогинского района. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 и статьей 319 Уголовного кодекса России. События произошли в декабре 2019 года. Находясь в алкогольном опьянении, местный житель публично оскорбил инспектора по делам несовершеннолетних полиции Геогинского района при исполнении должностных обязанностей. После этого он ударил инспектора по делам несовершеннолетних. Эти действия были квалифицированы как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти. По материалам, собранным нами в рамках работы по защите сотрудников Орголовных дел от преступных посягательств, Геогинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по республике Адыгея было возбуждено два уголовных дела. Геогинским районным судом мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде одного года шести месяцев в колонии строгого режима. Апелляционным постановлением Верховного суда Адыгея приговор оставлен без изменения. Начнем с информации о дорожной ситуации на территории Адыгеи и обратим ваше внимание на некоторые категории ДТП. 14 октября 2020 года в 23 часа 30 минут напротив дома номер 2Е по улице Верещагина в станице Ханской произошло дорожно-транспортное происшествие. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на 43-летнего жителя Майкопа, передвигавший по проезжей части дороги. После этого водитель скрылся с места ДТП. Мужчина с травмами в медучреждении. Полиция просит свидетелей ДТП обратиться в ГИБДД Майкопа по адресу улица Ворошилова, 225, кабинет номер 3. Контактные телефоны 59 68 55 8 909 469 84 05. Полицейские Адыгеи ежедневно отрабатывают заявления о телефонных мошенничествах. Выясняется, что практически все потерявшие деньги лица знали о таких фактах от знакомых, родственников, либо и средств массовой информации. И вот что важно. Каждый думал, что с ним этого не случится. Но на практике все как раз наоборот. И предлогом для обмана может стать что угодно. Аферисты могут звонить и сообщать о неких проблемах с обслуживанием счетов, о попытках хищения средств злоумышленниками. С этим недавно столкнулась 72-летняя Майкопчанка. Пенсионерке позвонили лжесотрудники банка и убедили в том, что ее средством грозит хищение, указав на необходимость обналичить деньги с использованием карты. Пожилая женщина решительно прекратила разговор, проинформировав об отсутствии кредитки. И все правильно сделала, но аферисты оказались настойчивы и перезвонили. Выяснив о наличии сбережений на другом счете, они убедили старушку в необходимости снять более 100 тысяч рублей. И она перевела им эти деньги. Злоумышленники обманным путем выясняют удержателя карты, полные реквизиты банковской карточки, в том числе и трехзначный код на обратной стороне карты. И выясняют одноразовые пароли, поступающие на абонентские номера граждан. Другой распространенной схемой обмана остается общение от имени все тех же работников финансовых организаций. Только мошенники звонят гражданам с номеров, схожих с корпоративными, которые начинаются на 8495, 8498, 8499 и сообщают о неких попытках оформления кредита на держателя карты. Накануне в полиции Майкопа зарегистрирована беспрецедентная афера. Более полумиллиона рублей лишилась 56-летняя женщина. Решительно прерывайте общение и перезванивайте в банк по номеру, указанному на обратной стороне карты или посетите финансовую организацию.